Татьяна Николаевна, как вы считаете... Это яйцо, легендарное созвездие Цесаревича, которое было изготовлено по потрясающему дизайну, потрясающая идея заложена, изображено на этом яйце созвездие, которое было на небе в момент рождения Цесаревича. Это последнее яйцо, которое было изготовлено для императорской семьи. Яйцо уникальное, потому что оно очень простое. Оно сделано из карельской березы. Карельская береза растет всего в одном месте на нашей земле. Это Карелия. И оно было сделано очень простое, потому что уже были такие тяжелые времена в стране. Иностранцы в качестве подарка от России купили два предмета. Мы понимаем, какие вещи мы показываем. И, конечно, вся безопасность здесь на высшем уровне. Это сигнализация, это специальные стекла, это дополнительная охрана, это все, что происходит в зале, все под наблюдением. Продолжение следует... Основной доход фирмам давала массовая продукция. Это относится практически ко всем фирмам. В Абраже вещи покупали для подарков разные слои населения. Мастерские в Абраже были перепрофилированы под нужды фронта. И Фаберже начинает изготавливать предметы, которые имели отношение, прямое отношение, использовались в фронтовом быту. Это предметы полевой кухни, снаряды, которые переделывали под лампу. Я даже не ожидала, что в Абраже есть, например, ложки из латуни, меди, селебра. То есть неожиданно было. Впечатление обалденное. Все понравилось. Впервые знали, что такое Фаберже только из-за пасхального яйца. Ну, а теперь другие работы посмотрели. В общем, впечатление самое внушающее. Продолжение следует...